МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна, моя мама была после инсульта. Тяжелая форма, лежачая, памперсы, невралгия, не могла различать, в общем, целый букет. При выписке из больницы сказали, готовьтесь, не могли больше лечить. Не было для них смысла. В больнице я сразу заявила, что я сын, папа у меня один. Я в него верю. В исцеление тоже. И сейчас. Свет на разум. Мы в божественном потоке, и поток охватил всю семью. Сейчас мама самостоятельно ходит в магазин, баню, парикмахерскую и так далее. Это слава Божья. И мы избранные помазанники. Всем раздаю исцеление. Благодарю тебя, Отец. Ты и я одно. Благодарю за учение. Андрея и Олю. За наш обновленный разум. Ирина. На вечернем молитвенном зуме сегодня я получила исцеление шеи. Два дня уже болела она. Нуржамал сказала, у кого-то исцеляется остеохондроз шейный. И я приняла исцеление. Шея у меня не болит. Слава Отцу за исцеление. Спасибо всем. Я только месяц еще с вами. Помаленьку начала вникать во все. Но мне нравится быть с вами в общении и молитве. Наталья. Дорогие Андрей и Оля. Спасибо Богу за вас. За эти открытые двери, через которые он имеет возможность мощным потоком сходить на жаждущих. И я попала. Окунулась в него мощно. Столько оков религии и вины слетело в один миг. А с ними ушли последствия жутких болей в кишечнике. После лечения антибиотиками. Ушла боль в шее. Это было воспаление затылочного нерва. Стараюсь слушать все ваши трансляции. Ура! Я нашла жизнь. А жизнь нашла меня. Смех вернулся ко мне. Хочу жить в торжестве и иметь нетление. Теперь я много чего хочу. И все мне под силу. Потому что я дух животворящий. Аноним. Встала с компьютерного кресла, чтобы проверить спину. И в эту секунду слова. Женщина встала с кресла. Пробую наклоняться. Идеально. А поясница две или три недели болела. Наклонялась быстро, глубоко и с большим наслаждением в теле. Спасибо. Максимально отодвинулась на длину провода наушников. Попробовала движение, как будто хочу сесть на шпагат. Сами же шутили. Еще немного и действительно сяду. Ноги пошли гораздо глубже, чем могла раньше. Валентина. Я просила молиться за славу. Он был зависимым. Десять лет. Резко упала сатурация. Положили в реанимацию. Стало хуже. Врачи сказали, никакой гарантии. Написала Андрею и Нуржамал. Его увели в кому и подключили к аппарату. Просто тихо уйдет и все. Но уже на третий день стала подниматься сатурация. На сегодня отключили от этого аппарата. Теперь просто на кислороде. Он разговаривает, кушает. И сатурация с каждым днем поднимается. Слабые очень, но врачи в шоке. Это чудо. Мы такого не видели. В палату запускали только его сына. Он покрывал его елеем. И слава говорит, что он слышал, что говорил ему сын. «Родные мои, спасибо вам за молитвы!» Андрей сразу откликнулся. Он не спит, как хранящий бог. Удивляюсь. Спасибо за жизнь, которую ты несешь и проповедуешь. Наталья. У меня несколько недель колола в области левой груди. И мысли в голову лезли разные. Но после зума, погружения в купальню и повторного просмотра эфира, эта декорация прошла. Гульнара. Постоянно смотрю все ваши прямые и в записи эфиры. И получаю заряд энергии, помазания, нетления. И вот чудо. Когда получила исцеление, точно не помню. При ходьбе стопы перестали хрустеть. Вокруг глаз исчезли черные мушки. Свободно поднимаюсь на восьмой этаж. Наша квартира на восьмом этаже. Без одышки. Легко бегаю. Особенно быстро бежала по аэропорту в Стамбуле. На транзитную посадку в Аланию. О, это надо было видеть. Мои ноги сами бежали, а тело догоняло. Светлана. Спасибо Андрей и Оля за сегодняшний эфир. Я начала смотреть в прямом эфире, но пришлось выйти из эфира. Смогла только сейчас вечером уже в записи находиться с вами. Когда днем начала смотреть, позвоночник не болел. А когда уже поздно вечером включила запись, болел сильно позвоночник. Он начал болеть к вечеру очень сильно. Я включила и сказала, сейчас буду слушать. Как раз Оля свидетельство начала читать. И пока я буду слушать, боль в позвоночнике уйдет. Я так хочу. И знаете, прямо сразу прошла боль. Я такая счастливая. Такое облегчение. У кого болел позвоночник, знают, какая это боль. Да и еще подарок. Андрей в конце провозгласил и помолился за позвоночник. Я с большой радостью приняла исцеление. Ангелы по телу ходили. Мурашки прямо. Жирное помазание было. Аллилуйя. Вот я подумала. Нам, Сынам Божьим, действительно все во благо. Я расстроилась, что не смогла в прямом эфире присутствовать. Но видно, духом я была с вами. И запись живая. Она работает, действует и будет действовать всегда. И еще. Указательный палец болел на изгибе. С внутренней стороны. Как бы сгусток вены, что ли. Аллилуйя. Исцелился. Спасибо, Андрей и Оля, за ваши добрые сердца, за заботу и силу, за явление силы и духа. Да умножится в вас и во всех сынах небесной цивилизации сила. Аминь. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала, Отец Небесный. Тебе. Спасибо, Отец. Ты такой Отец. Нурлы Хан. Моему ребенку пять месяцев. После рождения врачи поставили ему трудный диагноз, так как у него периодические приступы были. Но мы не соглашались этим диагнозом. Эпилептический синдром Веста. Молились отцу, верили, что у отца не бывает болезней. Вначале, когда он сильно болел, один брат благословенный, избранный, мне подсказал послушать пастора Андрея. Я начал смотреть его видео, участвовал в зумах с братьями. Отец начал мне открывать все тайны небес. 10 января 2023 года мы ездили с ребенком на обследование. Нам сказали, что результат будет на следующий день. Но в то же время я начал дуть Духа Животворящего в дверь этих врачей. И через пять минут они мне приготовили готовый снимок и результат. Вся хвала ему. До этого я также дул Духа Животворящего своему ребенку. Мы отправили результат нашему лечащему врачу. Он был удивлен, потому что не ожидал такого ответа, так как у него на руках были предыдущие снимки. Вся слава моему отцу! Я бесконечно благодарен ему! Олег. Вчера сильно прихватила спина. Вот, думаю, надо мазью намазаться. И вспомнил, что с телом можно разговаривать. И я начал говорить моему телу комплименты, просить прощения, что нагружал его бездумно и безбожно. Говорить, что ты храм Божий и так далее. Вдруг произошел щелчок, и боль начала уходить. На данный момент боль ушла полностью. Спасибо, дорогой отец! У меня спина раньше могла болеть месяцами. Юлия. На днях я рассказывала о том, как у моей сестренки появилась крайне вода. Вскоре после того, как я высвободила ангелов ей на помощь. И что вы думаете? Вчера с утра мы проснулись, а у нас нет воды. Мы подумали, что это у всех, наверное, отключили. Потом выяснилось, что, оказывается, воды нет. Только у нас и нашей соседки, которая живет над нами. Я стала молиться, чтобы вода пошла сама. Временами, конечно, я, честно говоря, негодовала. Как же так? Почему? В общем, я чувствую, что у самой не получается. Написала Нуржамал. А когда Нуржамал написала мне, класс, еще больше помазания. Ой, меня так захватила радость. Это же папа хочет, чтобы помазания было еще больше. Аллилуйя! Так же мою нужду отправили в купальню. Дорогие наши, любимые ходатай, молились со мной. И к нам пришел ангел во плоти, наш сосед, который нашел способ, как быстро вытащить лед из трубы. Скажу вам, до того, как он пришел, мой муж с другими мужчинами, три часа пытались растопить лед. Пришлось в подъезде вскрыть бетон, чтобы добраться до трубы. И один из помощников уже хотел мужа уговорить вскрыть полы дома. Но этого делать не пришлось. И за 30-40 минут пошла вода. Аллилуйя! Все это время я молилась, изливала помазание, изливала огонь, высвобождала ангелов, чтобы они согревали моего мужа и всех, кто помогает ему. Сосед, который живет совершенно в другом доме, ведрами носил горячую воду. Какой у нас чудный отец! Слава ему! Спасибо большое, дорогой пастор! Закручиваем маховик славы. Я верю, что все эти мужи, они сыны, которые вскоре откроются. Еще одно. В понедельник, 2 января, мы собирались поехать поздравить родственницу с Новым Годом. И когда я одевалась, почувствовала сильную боль в спине. Я не стала обращать внимание на эту декорацию. В общем, боль стала настолько сильной, что я самостоятельно не могла себе одеть носки. А у меня маленький ребенок, который хочет порой побыть у мамы на руках. Начала молиться только через 3 дня. Облегчение то приходило, то вновь возникала декорация. Вот в один из таких дней я слушала молитву нашего пастора Андрея. Дословно не помню. Но меня прямо накрыло от слов пастора, что мы дух животворящий. А если дух, то нет тела. А если нет тела, то нет болезни. Аллилуйя! Я приняла это для себя. И вот просыпаюсь я как-то утром и понимаю, что уже несколько дней я прекрасно двигаюсь и не чувствую никаких болей. Аллилуйя! Слава нашему отцу! Слава нашему пастору Андрею! Наталья! Я недавно узнала о небесной цивилизации. Месяца два назад. Я в служении. Реабилитация нарко- и алкозависимых. Они часто падают, катятся в бездну. Потом приходят, каются, уходят снова. И один братик как-то прилепился ко мне, не давал о себе забывать. На протяжении почти пяти лет то уйдет, то придет в церковь. А тут вообще жилья нет, еды нет, на улице остался. Стала в очередной раз наставлять его и так далее. Слава Богу, что уже произошло знакомство с Яковишинами, так как наставление уже текло. Не в религиозном духе. Давая брату на проезд финансы, сумма была только на проезд, такой контингент, он сказал, «Ой, а вдруг истрачу не хватит?» Тут я почувствовала, что просто дух стал во мне провозглашать, что хватит, все умножается, преломляется. Эти сто рублей безразмерные, они никогда не закончатся. И сегодня он звонит со своего телефона. Обычно кто в проблеме, телефона нет. Предложили работу, купил себе еду, шампунь, порошок. Так подробно, потому что только то, что на нем, это его. Остальное в скупке. Много всяких мелочей. Он хохочет взахлеб. Что происходит? Это отец. Благодарю. Все слова благодарения ему. Спасибо, небесная цивилизация, что вы активированы отцом. Марина. Хочу рассказать о горчичном зерне исцеления зрения. Очками пользуюсь только для чтения и письма. И они меня просто раздражают. Есть нестагм на левом глазу. Мозг как-то все это компенсирует. И в принципе, пока не попала на работу, в плохо освещенное помещение очками не пользовалась. И вот не так давно заметила, что нитку в иголку в швейной машинке вставляю лучше, чем приспособление для этого. Аллилуйя! Скоро выброшу очки. Ольга. На торжестве в Казахстане, когда Андрей молился за щитовидную железу, я почувствовала, как она под моей возложенной рукой поменяла форму. Я встала и говорила, что почувствовала. Андрей сказал, ждем подтверждения от врачей. И вот недавно проходила УЗИ и анализы у эндокринолога. Ранее у меня зоб был увеличен. А сейчас по УЗИ врач говорит, видимо, у вас с возрастом все нормализовалось. Уже когда пришла домой, до меня дошло, что это не с возрастом. Это на торжестве в Алма-Аты случилось чудо. Все гормоны тоже в норме. Слава отцу! Катрин. Спасибо, Андрей и Оля, за потрясающий огненный эфир. Накрывала несколько раз огнем. Боль в горле прошла. Столько мощных откровений, новых фраз. Обыкновенное женское стало необыкновенным женским. Аллилуйя! Все уже есть. Все готово. Видим и происходит. Галина. Огромное спасибо, пастор Андрей и Ольга. Все готово для сына. Супер! Слава отцу! Чувствовала, как дух жизни растекался по моему храму. Жара в теле. Приятная прохлада и исцеление. Полностью прошла боль в пояснице. Явилась активная подвижность в тазобедренном суставе. Слава! Слава отцу за вас! За ваше слово исцеления! Благодарю! Благодарю! Славься, Отец в Сыне! Аминь! Ольга! Хочу еще раз рассказать о воскрешении моего 37-летнего сына. Он у меня умер во время эпилепсии, когда я ждала скорую. Когда эпилепсия его тело держала в напряжении, а голова свалилась, посинел и не дышит. И я слышу, ну что, так и будешь смотреть, опустив руки. А что делать? Все, умер. И на память тут же приходит короткая молитва Андрея. Живи, сынок! Дыши, сынок! Я перевернула его на спину и стала делать массаж сердца со словами «Живи, сынок!» Дыши, сынок! И он задышал. Это был 2022 год. Год нетления. Добавлю, что это был не последний приступ за этот год. Только мое отношение поменялось. Если отец воскресил моего сына, то с этого момента он нетленен и будет жить. Жить во славу Божью. Сейчас мой сын жив, здоров и очень верит в мою силу, силу Божью. Пастор Андрей, я знаю, что вы читаете все. Помните, когда мы ехали в аэропорт, я спросила, мне нужна сила. Был ответ, да. Я благодарна вам, Андрей и Оля, что вы у меня есть. Я буду на школе Павла. За гран-паспорт готовиться. Люблю вас, родные мои. Наталья, хочу сказать большое спасибо отцу, пастору Андрею и Оле, за те переживания, которые накрыли меня во время эфира. Впервые ощутила реальную близость отца. Пробились слезы. В духе видела на своей голове руку отца. Спасибо, дорогие. Дора, спасибо за чудесный эфир, пастор Андрей и Оля. Во время эфира, когда в молитве говорил, что уходит боль из головы, я почувствовала тепло в голове, и руки отца что-то перебирали. А потом боль ушла, которая была еще со школы. Слава тебе, отец! Ты такой отец! Елена, я уже писала, что маленький внук, ему полтора годика, облился кипятком. Сама молилась, ходатай молились, и дорогая Нуржамал. Спасибо, родные! Врачи удивляются, как быстро у него все восстанавливается. Вечером облился, а на утро уже стали сухие корочки. Ожог второй-третьей степени. На животе говорили, как минимум повязка будет четыре дня, а ему сняли на второй день. В больнице они пролежали три дня, и на четвертый день отпустили домой. Только приезжать на перевязки нужно. Врачи сами говорят, у нас такое в первый раз. Так быстро все восстанавливается. Это слава отца! Еще у дочери была высокая температура, под сорок. Утром встала, температура в норме. Потом она три дня пролежала. Говорит, слабость, все тело болит. Терпеть уже не могу, боли. Таблетки вообще не пила. И утром на четвертый день все прошло. Как будто ничего и не было. Поехала в город за сто километров без таблеток. Дочь пока еще не в небесной цивилизации. Нетление работает. Это слава отца! Потом пришли декорации ко мне. Не принимала. Боли у поясницы и в ноге, тазобедренный сустав. Боли такие, что я не могла ни ходить, ни сидеть, ни лежать, ни вздохнуть. А нужно о маме заботиться. Сотрудничала с ангелами. Они помогали ходить и все делать. Декорации то приходили, то уходили. И так 10 дней. И вот декорации полностью ушли. Уже несколько дней вообще нет болей. Помазание нетления работает. Все инструменты, что дал нам пастор Андрей, все работает. В один из дней вдруг мама начала кричать. Замолчи, не говори ничего, не молись. Я просто посмеялась. Я же знаю, что это не мама. Я знаю, кто я. Я сын. Я на престоле. Я живу здесь и сейчас, на небесах. Я в облаке славы. Кто и что может мне запретить? Кисломордому показала на дверь. А маме сказала, что папа ее очень любит. Спасибо, дорогой пастор Андрей. Мышление меняется. Нетление работает. Спасибо за вашу любовь. Спасибо, дорогая Нуржамал. Пастор Андрей, ты такой отец. Благодарю бесконечно. Так люблю вас и Олю. Благодарю отца, что привел меня в небесную семью. Спасибо всем. Дорогие, люблю всех. Людмила, в конце ноября, когда вы молились, я молилась за племянницу. У нее на мочеточнике был шарик размером с 5-рублевую монету. И она в течение года выдавливала оттуда гной каждое утро. Боялась идти к врачу. И вот в молитве я увидела, как этот шарик скрутился со скоростью неземной. А потом я узнаю, что она уже почти месяц не выдавливает гной. Спасибо вам огромное за молитвы. Вся слава нашему отцу. Божьих благословений вашим родным. Тамара. Вчера вечером я заснула, сидя на диване. Просыпаюсь ночью и пошла на кровать досыпать. Но правая нога не дает ступать. Сильная боль в районе щиколотки. Ни опухоли, ни отека нет. Утром также хромота и боль. Села смотреть утро славы. После эфира хожу и понимаю. Ни боли, ни хромоты. Как будто и не было. Аллилуйя! Благодарю Андрея и Олю за чудесный поток. Ольга. Спасибо за сегодняшний эфир, дорогие Андрей и Ольга. Несколько раз бросала в жар. Два дня были декорациям носоглотки и небольшая температура. После эфира все восстановилось, боли ушли. Еще ушла боль в крестце, которая появляется после переохлаждения. Еще раз увидела, как религия дурит нашего брата. Разрушаются в разуме твердыни. Учили спрашивать совета. Слушать голос Бога. Последствия – угрызение совести и чувства вины. Сейчас я получила освобождение. Эфир «Облако свидетелей». Слушала повторно. Я – сын, и я говорю слово отца. Я и отец – одно. Спасибо вам огромное. Аллилуйя! Людмила. Слушаю третий раз трансляцию от отца за 18 января 2023-го. Андрей говорит, уходит всякая боль. И у меня моментально перестала болеть голова. А проснулась с сильной головной болью. Утром в 6 перед работой хожу с палками в скандинавская ходьба. И если просыпаюсь с головной болью, после ходьбы обычно все проходит. А сегодня не прошла, а даже усилилась. Но такое чудо есть от отца любимого слова. Голос сына звучит мощно. Голос сына звучит мощно, и боль уходит. Какое счастье, что тело прославленное и нетленное. Андрей, большое спасибо! Ожар. Вчера во время трансляции «Утро славы» от 18 января 2023 года прошла декорация «Боль поджелудочной железы». Еще когда Андрей высвобождал просуставы, в земной жизни артроз коленных суставов. Я не могла на корточки садиться. А вчера попробовала присесть. Аллилуйя! Я сажусь на корточки. А коленные суставы исцелились уже давно. Просто попробовала присесть, и получилось. Слава отцу! Мне земных 69 лет. Лидия. Пару дней назад случилась, видимо, межреберная невралгия. Сильная боль была под левой лопаткой. Как говорится, не вздохнуть, не повернуться. Сегодня, во время эфира «Утро славы», все ушло, как и не было. Спасибо, драгоценные! Андрей и Оля. Татьяна. Благодарю папочку за «Утро славы», которое принесло невероятное в моей жизни. Прямой эфир я не слышала, но утром, около восьми утра, я услышала внутри голос пастора Андрея, голос папочки, такой родной, и слова. «Папа любит тебя». У меня внутри такое начало происходить, я рыдала. Внутренность двигалась, даже не описать. Такое сокрушение, свобода пришла, любовью наполнилась. А в семье некоторое время были напряженные отношения. Я пошла и легко проговорила жене сына. «Папа любит тебя». После этого пришло раскаяние у меня, у нее. Пришло примирение. Такая слава явилась. Даже все не рассказать. А когда я начала слушать после обеда в записи «Утро славы», то услышала, что пастор вначале сказал, «Скажите, я слышу голос отца». Это невероятно. Я сегодня утром услышала голос отца и слова, которые воскресили меня и семью. Спасибо. Спасибо, отец мой. Аллилуйя. Ирина Сегодня утром слушала четвертый урок созерцания, и головная боль ушла во время созерцания с пастором Андреем. Воздаю всю славу отцу и благодарю его за откровение, что я древо жизни, и листочки, и плоды принадлежат мне. Даже причину нашла, из-за чего болела голова. Это просто много думаю, умничаю. С этого дня решила быть кротким духом, созерцать и принимать то, как меня видит отец. Аминь. Нина Было рожистое воспаление правой ноги года два. Нога была опухшая, красная. По молитвам ходатаев, я и не заметила, когда нога исцелилась полностью. Это реально чудо. Врачи отказались меня лечить, отправляли от одного специалиста к другому. А для Сына Божьего нет ничего невозможного. Славься, отец. Нина 31 декабря у меня проявилась декорация. Очень сильно болело все тело. Пила жаропонижающая постоянно. Под шумок нахватала обид на близких. Кисломордия по полной программе. Благодарение отцу за Розалию. Она позвонила и вывела все непрощение на чистую воду. Освободившись от непрощения, стало легче молиться и принимать поток Духа Божьего. Той ночью пережила потрясающий духовный опыт. Ночью до этого были боли в костях таза, как будто саморезы в них выкручивают. Так что я не могла спать, много часов молилась, чтобы прошла боль. Но ничего не происходило. И я очень измучилась. В итоге напилась таблеток и под утро уснула. Обиделась на Бога. После молитвы Розалии, когда мои уснули, и я поняла, что боли возвращаются, я пошла за таблеткой на кухню и вспомнила, что можно принять причастие. После причастия захотелось поговорить с Иисусом. Говорю, Иисус! А вместо привычного золотого сияющего царя, Духа Животворящего, вижу льва. Лев из колена Иудина победил. Меня так это воодушевило. Этот лев пришел помочь мне. Я не знаю, как это получилось, но вскоре на приступ боли я начала отвечать. Я говорила вслух. Я Дух Животворящий. Вдыхала и на выдохе как бы направляла волну на боль, и боль откатывалась от волны. Я стала так делать, и каждый раз боль утихала. Потом снова возвращалась, а я снова прогоняла ее. Это длилось долго, может несколько часов. Но если ночью до этого я молилась и измучилась от боли, так что ноги дергались от приступов, то тут я наоборот успокоилась и даже немного наслаждалась процессом. Потом я уснула, но без всяких таблеток. Боль, видно, сдалась и ушла. Отцу было угодно показать мне власть сына над болью. Практиковать этот опыт я стала на зубную боль. Тоже посылала волну духа, и эта боль тоже ушла. Да, это бесценный опыт. Я всегда верила, что мы имеем власть над плотью, в том числе и над болью. Но я не знала, как применять ее. Спасибо, отец. Я делюсь с вами, дорогие, моим опытом. Раиса. Вы уже знаете историю с моим сыном. Его безнадежный диагноз. Много лет я просто была в отчаянии, и хотелось просто исчезнуть из жизни. Настолько состояние сына было деградирующим. Не хочется это озвучивать. Но я сравнивала его состояние с Гадаринским бесноватым. Молилась годами. Столько слез пролито. И жизнь моя превратилась в тюрьму. Два года назад ты отправил мне молитву, и я увидела какое-то изменение, но это было короткое, временное. Но я не отступила, и шаг за шагом постигала все уроки, созерцала. Мы молились постоянно в Рязанском даре. Были резкие перемены, и опять возвращались в прежние состояния. Я попросила Наташу, когда она поехала осенью на торжество в Аланию, помолиться за Славика, за вещи, которые мы отправили. Я очень порадовалась, когда Наташа сказала, что Андрей сунул руку в пакет и помолился. В начале января мы переехали из Иркутска в Рязань. Сразу встретились с Наташей, и она передала мне вещи, на которые возлагал руки мой любимый пастор. И о чудо! Я сразу сказала сыну надеть, это твое освобождение. Он согласился, начал принимать со мной причастие. Такие колоссальные перемены удивляют меня с каждым днем. Порой думаю, может, это не со мной? Полдня проплакал от радости и благодарности. Тринадцать лет не выходил из дома, и сейчас бреется, купается, следит за собой. Такая нежная улыбка, обнимает, говорит без конца слова любви, ходит со мной в гипермаркеты, не разрешает пакет нести. Переходим трассу, берет мою руку в свою нежную, теплую ладошку. Не хватит места перечислять, все. От него такой свет и любовь. Дорогие Андрей и Оля, примите мою благодарность и почтение. Вы очень-очень дороги для меня. Благодарю вас и молюсь о вас постоянно. Вы вернули моей семье счастье, радость. Дочь так радуется. Спасибо, родные. Это чудо из чудес. Аллилуйя. Диагноз сногсшибательный был. Параноидальная форма шизофрении с галлюцинаторно-параноидным синдромом, с агрессивностью и эмоциональной холодностью, с бредовыми идеями, расстройством мышления, нарушением слухового восприятия. И это еще не все. Но теперь это все превратилось в плашную любовь. Очень не хотелось озвучивать этот диагноз. Очень-очень горячо люблю вас не за это, а за то, что вы уникальные, бесподобные. И очень мечтаю о встрече вместе с сыном. Галина. Вчера, 10 января 23 года, на вечернем зуме в нашем течении небесная цивилизация, Нуржамал, любимая, драгоценная, папина избранница, молилась об исцелении зрения, поощрении, об открытии глаз. Я уже в служении Андрея, нашего пастора, 3 года. Прошла все курсы и все проекты, организованные Отцом, Богом через пастора. Я носила очки плюс 0,5, особенно во время занятий плетения из бисера и мелкими предметами в работе с детьми. Я педагог. После курса созерцательная жизнь я прозрела. Очки были мне не нужны, но в глазах мелькали какие-то пятна, то мелкие, то крупные. Пастор Андрей всегда молился за исцеление глаз. Пятна то исчезали, то опять появлялись. В ноябре 22 года окулист подтвердила стопроцентное зрение. А вчера, после молитвы Нуржамал, я обнаружила, что пятен нет. Слава, слава, слава! Это чудо исцеления! Проявленная слава Отца через своих любимых сыновей! Безмерно благодарю Отца за вас, мои дорогие! Благословение и успех во всех сферах вашей жизни, избрание, любимчики Отца, всех благ и радости! Ольга, когда начался курс Меч Соломона, у нас было сбережение 4200 долларов. Они у нас лежали три года, без прироста. за эти восемь месяцев, за эти восемь месяцев, умножились наши денежки. И вот считаю, что у нас осталось ВАУ! 1700 долларов! Когда приходила наличка, я старалась не забывать положить наличку под ноги и осознанно молиться за их умножение. И я точно знаю, это только начало. Все это пришло с переменной сознания. Мозги – это мой золотой ковчег, который я стала оберегать от всего ненужного. Стала управлять, а не копать. Сейчас погружаюсь в изучение новых возможностей и вижу готовое. Спасибо вам за трансляцию помазания. Знаю, что именно помазание меняло все, даже когда мы не понимали чего-то. Помазание само проявляло в нас процветание. Наш сын краем уха слушал курс и бизнес, о котором он мечтал, сам его нашел. Пусть в вашей жизни умножается помазание без меры, постоянно. Любим вас, дорогие. Эльмира. Эфир, конечно, бомба. Впрочем, как всегда. Вы удивляете, и это не закончится никогда. Силище, мощь. Но в какой-то момент меня вырубило, когда делали портал между вами, очнулась на причастие. Ну, слава Богу, переслушаю еще раз. Вообще, ваши эфиры заряжены любовью отца. Такое тяжелое помазание первое время я всегда плакала, слушая вас, Андрей. Потом начала трещать голова, а теперь вырубила. Что-то происходит удивительное. Слава отцу за вас. Благодарю. Марина. Аллилуйя. Слава нашему отцу. Только что просмотрела еще раз эфир, сокращала время и молилась пастором Андреем. Очень сильно болела мышца и кость сзади. Очень сложно было сидеть. После молитвы боль ушла. Большое спасибо пастор Андрей за помазанное слово. Люблю. Люблю вас, Соли. Ирина. А мне тоже во время эфира пришли деньги на карточку. Аноним. Вчера, перед началом эфира, у меня состоялся разговор с сыном, который я могла решить, но что-то меня остановило. Сын в другом городе, далеко. Начался эфир, а декорация мешает погрузиться и будоражить внутри. Я начала на ситуацию освобождать помазание, недолго. И я даже не заметила, как декорация ушла. Я погрузилась в эфир, останавливала трансляцию, возвращалась назад, конспектировала, находилась в наслаждении, изобилие от услышанного. И когда эфир с экрана закончился, я зашла в телеграмм и увидела, что сын написал «Мама, прости меня». Это было в тот момент, когда декорация разрушилась и упала от престола под ноги сына, легко и тотчас, сокращая время. Аллилуйя! Слава отцу! Благодарение дорогому пастору Андрею и Оле люблю безмерно вас и всю небесную цивилизацию. Нелли Ранее, во время действия помазания курса Меч Соломона, мы легко продали участок земли, на котором хотели строить дом. Но в связи с повышением цен на строительство передумали. После этой продажи мы купили недорого недостроенный большой дом. Это было важно для нашей семьи. Мой сын по специальности строитель, и это оказалось выгодным для нас. Отец бережет и умножает возможности в наших семьях. Далее, недавно у сына ломается машина и ему выставляют огромный счет. Мне благоприятно в связи с нашими планами. Когда я узнала о том, что машина стоит в ремонте и дело не двигается, я задумалась и говорю отцу «Папа, не нравится мне это? Детям нужен транспорт? Машина годится и для работы сына. Что делать? Что-то должно измениться». И изменилось. Почему-то ремонт поменялся до простейшего и все восстановилось, причем без опасения, а вдруг проблемы появятся. Спасибо, отец. Также я получила финансовое благословение. Этот поток новых возможностей и финансовых благословений не закончится никогда. Даже погода способствует успеху в семье. Тепло. И мой сын действует в строительстве. «Аллилуйя». «Аллилуйя». «Дорогие, и еще. У меня прибывает количество волос без седины. Сейчас разглядела. Спасибо, папа. Регенерация в действии. А я говорю полное восстановление молодых волос». Мина. В свое время, 62 года тому, мои родители согласились на предложение врачей и мне удалили миндалины. Так вот, крик моей души «Не делайте этого никогда! Не соглашайтесь на эту операцию! Ничего не принесло мне это! Я только болела и болела и пила антибиотики всю мою жизнь и с годами все только усложнилось. Болела чаще и чаще. Дошло до того, что заканчивались антибиотики и у меня уже опять гноем обложено было все горло. По рекомендациям очень строго придерживалась правил «Не пить ничего холодного, не ходить босиком по полу, только в носказ, только в тапочках, ну и многое другое. Ничего не помогало. Пока в 60 лет меня не исцелил Отец, Иисус Христос, один раз и навсегда. Аллилуйя! Слава Отцу! Вся слава! Всю славу отдаю Богу! Теперь пью все, что хочу, в любом состоянии. Хожу по полу босиком, даже по кафелю, босами, ногами. Не боюсь квазняков и вообще не боюсь ничего. Спасибо пастору Андрею и Оле за учения, откровения, открытие глаз и за небесную цивилизацию и за все-все остальное. Александра, пришло и мне время рассказать о исцелении моей дочери Олеси. От подобного диагноза разница только в том, что эта болезнь была приступами и четыре раза я ее клала в психиатрическую больницу. Признаться, что мне это стоило многих переживаний и слава отцу, что я с ним и он со мной. Последний приступ был более мягкий семь месяцев назад и принимаю, что это все не возвратится, потому как прошли очень моментные изменения. Олесе 49 лет, по образованию она психолог, но долгое время не работает, живем на мою пенсию обходимся. Конечно, молилась и со мной молились и уже скоро три года, как я постоянно с Андреем и Олей и теперь могу свободно об этом говорить, поэтому очень радуюсь за Раису и ее сына, но знаю, что таких людей довольно много, есть за кого молиться и кого исцелять от подобных адских мучений. Верила и получила это, не знаю точно когда и какими молитвами это исцеление произошло, но свидетельствую об этом с глубокой радостью, потому что жизнь совместная с дочерью совершенно изменилась, поток любви течет удивительный, как будто ужасы мои были во сне. Кладу свое свидетельство в копилку Андрея и Оли, а также Нуржамал и Галины, и слава отцу за всех и за небесную цивилизацию. Ариша Вчера во время молитвы за финансы пастор Андрей говорил, что у кого-то завтра деньги придут неожиданно. И вот, сегодня маме звонят и говорят, только что пришли детские, мы их вообще не ждали, так как мы не знали, что с нового года их уже не будут давать. Эти деньги давали раз в месяц, сумма была 10 800 рублей, а в этом месяце дали почти 12 000. Аноним. Я недавно была в душе и когда мылась, обнаружила на правой генитальной губе внутри какую-то заразу. Прямо болталась она. Я сперва в панику, думала включали грудь и теперь половые губы. Потом быстро собралась, мыслями положила руку прямо на эту заразу, прокляла ее и повелела ей уйти. Прошло не меньше недели. И зараза эта отпала. Спасибо, папочка. Аноним. Сомневалась, но понимаю, что мой рассказ может быть стимулом и ободрит многих, у кого утрачены интимные отношения между супругами, вследствие болезней, старости, безразличия, если остыли чувства или по каким-то другим причинам. Мы с мужем поженились в июне 1983 года, то есть замужем я 40 лет. Из-за тяжелого заболевания в 2018 году мой муж попал в реанимацию. Он не мог дышать, двигаться, глотать, разговаривать. В общем, никакие мышцы не работали. Я ему вливала чайной ложечкой воду, но он даже эту малость не мог глотать. Рот не открывался, челюсть не работали, язык тоже. В общем, все было как будто парализованное. И врачи говорили, что он вот прямо сейчас умрет. Но самым сверхъестественным образом Бог его восстановил. Через 12 дней его выписали. Сам муж говорил, что когда лежал на всех аппаратах в реанимации не мог пошевелить даже мизинцем. Единственное, что мог, это думать. После реанимации мужские функции были утрачены. И все эти годы мы жили вместе, но спали отдельно, даже в разных комнатах. В августе я съездила на торжество в Алматы. И через какое-то время после приезда я заметила, что мой муж проявляет ко мне интерес, знаки внимания. А потом и случилась близость. Но Жамал спрашивает, это у вас одноразовая акция или на постоянной основе? Из одноразовой перешла на постоянную основу. Теперь я от мужа даже убегаю. Это бывает утром и днем и ночью, когда захочется. Так как дети у нас взрослые и живут отдельно, то нам никто не мешает иметь близость. Кроме того, у нас сейчас как будто медовый месяц. У нас очень нежные проснулись друг другу. Как будто мы только поженились, как первая любовь, когда идут мурашки даже от прикосновения. Вы рассказывали про орла, у которого обновляется юность. Так оно и есть. Мы как будто начали жить заново. Любовь, которая молчала почти пять лет. Спасибо вам за помазание, за открытые наши глаза, за престол и за управление. Спасибо за курсы, за зумы, за встречи, эфиры, за торжества, которые вы проводите. Все для славы и нам вам благо, потому что открываете бездну мудрости и познания. Благодарю вас миллиарды раз. Когда была в Алматы, не осмелилась к вам подойти, но думаю, еще будет возможность встретиться. Лора, расскажу об одном важном, очень важном изменении в моей жизни, но немного предыстории. Выросла я в верующей баптистской семье, но лет 14 стала бунтаркой, потом замужество, дети, и спустя лет 15 снова вернулась к Богу, потом опять срывы, потения и так далее. Так вот, у меня была одна пагубная греховная привычка – курила. Так страшно было в этом признаться кому-либо своим и попросить помощи в молитве, много раскаялась, бросала, потом не выдерживала и снова. Так вот, после первых знакомств небесной цивилизации, я была ошарашена тем, что можно восседать так просто на престоле с отцом, быть с ним почти на ты, и меня как трясло, я поняла, что теперь смогу справиться, и вуаля, чудо свершилось. За один раз и одну ночь полностью ушла тяга к сигаретам. Даже мне тошнит от дыма, когда муж рядом курит. И пришла эта долгожданная свобода. Аллилуйя! И я поняла, что небесная цивилизация, мы тут другие, совсем другие, и нам возможно все. Спасибо пастору, что через его учения в проповеди текут такие откровения и помоздания. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео своим страничкам в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку спонсировать под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Ибо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за этот план. Небесная цивилизация – это семья и команда. Субтитры Продолжение следует...